Здесь. Отлично, хорошо. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли Елена к диагностике, доверит ли она нам своё биополе на период сеанса? Доверит, да. Хорошо, давай её просканируем, она заходит в скэнер и я включаю скэнер на счёт 3. Скэнер начинает сканировать все тонкие 7, 7, все 7 тонких тел Елены. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел и как закончит, загорается зелёная или красная, лампочка зелёная, если ничего не найдено, красная, если будет найдено что-то. Синяя и фиолетовая мне не нравятся, остальные все хорошие. Синяя и фиолетовая, они цвета нереальные какие-то, чересчур яркие. У нас в клетке есть кто-то? Нет, это пусто. Так, значит не обнаружил. Давай разбей её на 7 тонких тел, 1, 2, 3. И просканирую каждое тело ручным скэнером плеяд, 1, 2, 3. Но у неё пластины стоят синим и фиолетовым. Хорошо. И от этих пластин выстраиваются каналы к ответственному и ведут в клетку-тюрьму. Ответственный рептилоид притягивается по каналу в клетку-тюрьму и становится заложником, 1, 2, 3. Рептилоид. Рептилоид замер в клетке. И если от рептилоида есть ещё канал, ведущий к Греям, Грей притягивается в клетку-тюрьму, 1, 2, 3. Выстраивается канал и притягивает их. Да, есть. Отлично. Сколько их? 1. 1. Хорошо. Не верю. И если есть невидимые игры, я с силой моего намерения сейчас проявляется, снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Давай ещё. Не понял? Ещё 2. Плюс 2. Плюс 2. И поставим маячки над ними. Зелёный, красный, органический, неорганический. 1, 2, 3. Органический зелёный, неорганический красный. 2 красный, 1 зелёный. Вот так вот. Хорошо. Так, Грей. Подхожу к Грею. Как ты осмелился зайти в тело, которое я контролирую, которое прочитала душа, манифест и объявила о своих свободах? Помогал рептилоиду. Это ты считаешь, уважительные причины? А? Энергия интересная. Энергия тебе интересная. Хорошо. И подхожу. И бью его два раза копьём на чистоте. Грей. 1, 2, 3. Удары пошли. Роботы выходят с силой моего намерения. Из клетки тюрьмы зависает в воздухе. 1, 2, 3. Всё неорганическое выходит. Это Грей проколол. Ничего страшного. Он её убивать пришёл. У них есть защита своя. Лечебная энергия. Вышли эти роботы? Да. И открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И роботы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Грей шарахнулся от галактического ядра. Вот, Грей, это ты сегодня увидишь. За то, что ты со мной встретился. И подхожу к криптилоиду, считая цифры над головой этого отморозка. 1, 2, 3. 54. И в руках появляется маленький шар отмана. 1, 2, 3. Не надо, говорит. Я тоже говорил, не надо приходить в это тело. И что ты сделал? Я говорил, не приходи. Человек манифест прочитал. И я сказал, что я буду приходить и уничтожать любую тварь, которая придет теперь в это биополе. И ты пришел. Беру часть этого маленького шара. Не смертельную дозу, но достаточно ощутимую и кидаю в него. 1, 2, 3. На себе прочувствует. Зажег ты ему кожу. На голове. Убираю. Шар. Хорошо. И сейчас я тебя еще раз спрашиваю, почему ты зашел в это биополе рептилоид? Ну, рептилоиды, как всегда, собирают чувства. Он зашел найти энергии. Посмотреть, какие чувства на этих энергиях есть. Ну, вот сейчас ты получишь все чувства, которые в ней есть. И я даю команду. И метнулся сейчас Грей. И вытащил все присадки. Все. И рептилоиды, и свои. Значит, 3. 1, 2, 3. После этого я проведу проверку. Если что-то останется, одним миллионом герц будет проверка. Сгорите в клетке. Ну, вот у нее синие и фиолетовые тела. Они, сейчас скажу, какая-то сторона. Левая получается. С левой стороны, как-таки сверху до самого, ну, от головы до ног, да, как пластины такая сбоку стоит. Одинаковая одна синяя, другая фиолетовая, такими яркими цветами. Вот снимают. Да, они их вытаскивают. Как соты, знаешь, вот такие. А вот пчелы вот эти вот, где живут, вот их как пластины вытаскивают. Вот так он их. Грей, какая функция этих пластин? Сбор энергии. Какой? Синий и фиолетовый. То есть вы по верхним чакрам били, понятно. Когда произошла интерференция, когда вы вошли в биополе? Они только пришли, 24 часа. 24 часа. Посмотри, как быстренько мы оперативно сработали. Не забрали. Хорошо. И подхожу сейчас к Елене, беру ее за плечи. И моя собственная энергия 500 тысяч герц, сжигая все каналы, все, что может быть чужеродное в ее биополе. Один, два, три, удар. Готовы. Так, хорошо. Я не понял, так, рептилоид, как вы зашли? На какую эмоцию? Только на цвета? Да. Как этого избежать? Он говорит, что она должна читать манифест, как можно чаще, чтобы он укрепился. То есть, ты хочешь сказать, у нее не хватало сил и намерения в этом манифесте? Что он не был укреплен? Да. А как ты это видишь? Оболочка. Какая оболочка у сильного манифеста? Ну, вот сравни мой манифест и ее. От твоего больно. А от ее? Ее тает на глазах. Хорошо. Но он мне их показывает, на самом деле. Не, ну я понял, да, я понял. Это ценная информация. Хорошо. Итак, Елена, вы слышали. Вам надо укрепить свои намерения. Манифест текст мы вам передадим. Он у вас есть. Читайте его. Читайте его со всей уверенностью. Иначе вы видите, вот эти товарищи, они будут приходить. Хорошо. Так, вы все забрали. Больше у меня нет причин вас задерживать. При одном условии, что вы сейчас мне дадите слово, что я вас больше в этом биополе никогда не увижу. Если я вас увижу, то мы расстанемся совсем по-другому. Как с этими роботами? Грей, я тебя слушаю. Не приду. А если к тебе завтра придет рептилоид и скажет, а давай сходим еще раз на танцы туда, на дискотеку. Что ты скажешь? Нет, не приду. Вот это уже называется опыт, который ты получил. Хорошо. Вы получили сегодня заслуженно наказание по той простой причине, что вы игнорировали свободы, которые произнесла и закрепила Елена. Даже если они не настолько сильно были выражены, вы получили заслуженно свое наказание. Вы не имели права входить и мешать ей развиваться. Я вас предупреждаю, в этот раз никогда больше не пытайтесь войти в это биополе и на эти энергии. Потому что я теперь буду их проверять. Передайте в своих мирах рептилоид и Грей в это тело не приходить. Все понятно? Поняли. Хорошо. Готовы уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. Рептилоид уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И открывается портал наверху на частоте Грей 1, 2, 3. Грей уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Пластины забирают? Нет, пластины мы уничтожим. Пошел. И под пластинами открывается портал в галактической ядре 1, 2, 3. Они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Чтобы он эти пластины установил потом на другого человека. Нет. Все хорошо. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Отлично. Хорошо. Так. Мы ее заправили. Мы ее почистили. Сейчас будем вызывать тогда ее куратором. Я делаю запрос в энергоинформационном поле. И вызываю к нам, приглашая в комнаты куратора или учителя 1975 года, воплощенный на Земле. 1, 2, 3. Мы просим прийти к куратору или учителя. Елены. Мужчина. Он говорит, я могу объяснить. Мы приветствуем вас. Представьтесь, пожалуйста. С кем мы имеем честь? Как нам вас называть? Зовите меня, понятно, вашему языку, Майкл. Майкл. То есть это имя вам по вибрациям подходит лучше всего. Благодарю вас, Майкл. Вы являетесь другом, я понял, да? Или родственной душой, или как понять? Я являюсь энергией с уровня Елены. Майкл, мы проводили чистку Елены недавно, и она изъявила желание задать вопросы своему куратору или учителю. Вот, я не знаю, вы можете перенять эту функцию? Вы можете ответить на ее вопросы? Я могу ответить на ее вопросы, на ее куратор и учитель, сам Абсолют. Вау. Это, конечно, у нас первый раз такое. Скажите, мы услышали, что Елена относится к первородным душам. Что это значит? Это души, которые самые первые родились? Первозданные души. Это души, которые сделаны самим Творцом, без ко-создателей. Без кого? Дополнительных создателей. А, понятно. И как давно, я слышал, эти первородные души давно выполнили свою программу и не находятся на Земле. Это верно? Земля, как планета, иногда требует присутствия таких душ. Такие энергии нужны для баланса. Вы понимаете, эти энергии оказываются очень вкусные для интерферентов. И мы пытаемся как-то найти решение этой проблемы, потому что мы недавно чистили Елену и опять сегодня вытащили одного рептилоида с Греем, который очень понравился. И у нее, говорит, очень вкусная энергия. Мы пытаемся как-то помочь Елене в этом отношении и, честно говоря, даже не знаем, что ей предложить. Он сказал только одну половину, но есть еще вторая. Они действительно необычные энергии, но эти энергии имеют также очень сильную защиту. Своими энергиями Елена может выставлять защиту. Научите ей, дайте ей совет, как ей выставить эту энергию. Намерением. На Земле все делается намерением. Абсолютно верно. И верой в себя. Нам как раз рептилоид сказал, что недостаточно крепкий манифест. И, соответственно, он и зашел. Поэтому вера и намерение надо улучшить. Вы слышали это, Елена. Благодарю, уважаемый Майкл. Скажите, пожалуйста, это чисто уже такой интерес. Елена тоже удивилась очень. Ну, памяти у нас нет на Земле, вы знаете. Первородные души. Когда они были созданы? Это же миллиарды лет, наверное, уже прошло. Или больше, или как? В начале времен. Но мы не знаем. У нас этой информации на Земле отсутствует. Мы не знаем, когда было начало времен. И не надо. Благодарю вас, уважаемый Майкл, за откровенный ответ. Хорошо. Я тогда перехожу к вопросам. Не потому что вы не готовы, потому что времени нет как такового. Ну, вы понимаете, если времени нет такового, то все души были бы одного возраста. Не было бы опытных душ, не было бы первородных душ, а все появилось бы сразу. Вот именно этот момент, когда... Проходит в один и тот же момент. Я понимаю. Прошлое и будущее, и настоящее. Вы находитесь сейчас на каком уровне плотности? Очень высоко. И обособлено. Вы обособлено. Не дадите нам хотя бы информацию, сколько уровней плотностей есть? Чисто для нас? Нет. Да. Майкл, вы скупная информация. Хорошо. Поехали по вопросам. Первый вопрос. Какая у меня душа? Космическая или кто я? Мерцающая первородная энергия. Вот она все написала вот так. Я объясню. Первородная душа — это души, которые были созданы самим Абсолютом. Как-то в первую очередь. Потом подключились другие, я бы сказала, субстанции, боги, цивилизации. Они продолжили создавать души и модернизировать. Произошло много мутаций. Но первородные души, они остались первородными, без всяких примесей. Такая душа может жить. У них есть высшее Я. Кстати, Елена может общаться со своим высшим Я. И высшее Я может жить сразу на нескольких планетах, в нескольких измерениях. Частичка Елены сейчас живет на других планетах. Благодарю вас. В принципе, у нас есть одна небольшая проблема с Еленой. Это ее глаз. У нее начинает падать зрение. На 60% упало за какое-то короткое время. Ее мучают очень страшные приступы или в челюсти, или в голове. Она говорит, я вышла из тела, вот здесь пишет, и увидела свое искаженное судорогами тело. Я испугалась, что ребенок может это увидеть, этот кошмар. И я обратилась, кто за мной наблюдает, чтобы помогли мне и вернули меня в мое тело. Я услышала мужской голос. Мне объяснили, что делать. И сразу кинула взгляд на икону, имя помощи и у Марии. Ища помощи у Марии, нерушимая стена икона называется. Ее там не было на месте. И пару секунд спустя она тут же вернулась с мечом в руке. Я не пойму, что это было. Многие годы я мучаюсь этим вопросом. Это был сон или это мой бред? Но после этого у меня пропало зрение. И начались проблемы серьезные с нижней челюсти. Я долго восстанавливала здоровье. До сих пор помню мультфильм, который смотрела дочка. Какие серии? Больше я ей не включала мультфильмы и сыну. При одном воспоминании мне уже становится плохо. Она пережила какое-то очень негативное видение, как я понял, уважаемый Майкл. И она ищет ответ на этот вопрос. Это было в 2012 году. И было с ней дома. У нее дома. Она была с дочкой Владой. Три года ей было. И вот она попыталась уснуть. И случился вот этот приступ судороги. Вышла из тела. Услышала голос. Икона с мечом появилась. И у нее сразу после этого начались проблемы. Пропало зрение. И начались проблемы серьезные с нижней челюстью. Что бы вы могли сказать по этому поводу? И как нам вернуть ей, восстановить, помочь ей восстановить это зрение? Я понимаю вопрос. Таким душам очень тяжело находиться в ограниченном физическом теле. Поэтому происходят выбросы с тела. И возвращение назад несет свои погрешности. Балансировка энергии. Принятие себя и балансировка энергии. Сами по себе эти энергии они могут излечать. Хорошо. Нам надо сейчас как-то найти этот вопрос. Во-первых, мы не ответили на основной вопрос, что это было у нее за видение. То, что она кинула взгляд на икону, ища помощи у Марии. И этой иконы не было на месте, но пару секунд спустя она вернулась с мечом в руке. Я не пойму, что это было. И многие годы я мучаюсь этим вопросом. Это был сон или мой бред. После этого у меня пропало зрение. И начались проблемы серьезные с нижней челюстью. Она взаимосвязывает два вот этих момента после этого приступа, который был. Что это был за приступ? И почему у нее начались проблемы со здоровьем, со зрением? Может кто-то вошел в ее биополе? Может это была какая-то субстанция? Какая-то низкая темная вибрация? Демон? Кто угодно? Я могу сказать только, выход ее из тела спровоцировал сдвиг в физическом теле. И еще, Елене не нужны никакие и Грегоры. Ей не нужны ни иконы, ничего. Я понял. Она может напрямую, да? Она огромную частицу Творца несет внутри себя. И как ее энергии могут быть как разрушающие, так и исцеляющие. Пока она их пользует только в сторону разрушения. Вот это интересный поворот. Хорошо, Майкл. Вы не поможете нам сейчас как-то вот эту божественную энергию, которая присутствует в ней, направить в ее больной глаз для того, чтобы началось самоизлечение? Или нам надо какую-то специальную и поднять ее в клинику к Архангелу Рафаилу? Вам не нужно ничего делать. Это сделать должна она сама. Изнутри излечить себя. Научиться балансировать свои энергии. Спросите у Елены. Я понимаю, она может эту энергию направлять в больной глаз и запрограммировать ее на восстановление? Наконец-то вы меня поняли. Да я-то понял. Я понимаю, вы не можете, не имеете права давать готовые ответы. Вот. Мы это все понимаем. Я даю готовые ответы. Она может направлять свои энергии и излечать себя. Божественная энергия. И защищать себя. Елене надо работать над собой в этом отношении, безусловно. Хорошо. Елена здесь. Пусть сделает это прямо сейчас. Хорошо. Елена. Вы слышали, о чем идет речь. Вы готовы сейчас эту энергию направить в ваш больной глаз? Вы должны сейчас сформировать очень крепкое и сильное намерение, веру в Отца, Творца, который вас создал. Ощутите эту энергию, направьте ее прямо сейчас в больное место, где у вас упало зрение на счет 3. 1, 2, 3. И начинается процесс самоизлечения. Для Отца ничего нет невозможного. У нее такой поток пошел из нижней чакры красной, в оранжевую, в желтую, потом в зеленую и из голубой, вот таким мелким, то есть сперва он шел таким большим потоком, а потом начал, как вот кардиограмму сердца, если ты делаешь такой вот, рисует такой штрих, да, представляешь, на бумаге такой штрих рисованный. Вот у нее начинает шея и выше пошли эти энергии, они как-то вот таким вот, как зашивать начали всю голову, не только глаз, а вот изнутри они стали прошивать вот ее этими энергиями всеми. Я такого еще не видел. Проходя наверх вот в голове и выходя наружу и делая такую оболочку вокруг нее. Представляете, ты творец создал уже тогда все. В руках у нее очень много энергии, он говорит. Она может чувствовать плотность, если вот она научится с ними общаться. То есть он уже сказал, что она должна принять себя, то есть это не просто слова, это слова в том смысле, что эти энергии она должна принять и научиться стать сама вот этой энергией. Вот как тогда она сможет, ну от нее плотность вот такая исходит, то есть она, но она сама ей должна стать. Она должна ей стать. И внутри вот эта сила будет идти, плотность в руках вот это чувствовать она будет. Она должна в этом быть, она должна, во-первых, это осознать сначала, что она это есть, энергия. Это самое трудное в материальном мире, когда у нас окружает куча забот и так далее. И тут оказывается, что ты первородная душа самого Творца. Майкл, ну слушайте, ну тогда же по идее получается и планет не было, когда она была создана, да? Я пропущу этот вопрос. Ну не даете его знать, не даете. Мы так любим цифры, мы так любим какие-то информации, от которых можно оттолкнуться. Но вы поймите правильно, мы живем в третьем измерении. Вы, наверное, как где-то в восемнадцатом или четырнадцатом, ну в двухзначном точно измерении вы живете, мне кажется, Майкл. Не так ли? Плотности, уровни плотности. Давайте остановимся на том, что я энергия. Уже энергия. Майкл, мы никогда не встречались. Простите, пожалуйста, это не праздное любопытство. У каждого свой путь. Хорошо. Как у нас идет процесс, Вера? Посмотри, пожалуйста. Он закончил, она вытолкнула из себя все, она вышла из нее и плотными волнами вокруг нее сейчас. Отлично. Скажите, Майкл, это сейчас поможет ее восстановлению глаза, зрения? Может, ей надо дополнительно что-то еще делать? Это будет зависеть от нее. Понятно. То есть она эту процедуру может сама, которую мы сейчас проводили, регулярно проводить сама себе. Правильно я понял вас? Правильно. Благодарю вас, Майкл. У нас вопросов больше нет. Единственное, хотелось бы узнать, на каком уровне высшее я Елены сейчас находится? На семнадцатый. На семнадцатый уровень. Ну, это очень высокий, конечно. Хорошо. Было очень приятно с вами познакомиться, уважаемый Майкл. Можем ли мы вам сделать какой-то подарок? У нас традиция есть всем, кто приходит к своим друзьям, кураторам, учителям. Все получаются. Вы говорили про вопросы, вы уже все задали. Ну, вот она еще спрашивала здесь пару вопросов. Ради чего я пришла в этот мир? Я справилась с этой задачей? Нет. Не справилась. Душа не может лужиться в теле. Она не может ее гармонизировать и принять. А я уже сказала, разрушает себя. Благодарю. Сколько кармических узлов или задач у меня было запланировано? Сколько я отработала? Сколько осталось? Два отработала. Всего было пять. Понятно. Три осталось. Седьмой вопрос. Как я могу контактировать с моим наставником или учителем? Во сне, в медитации? Может быть, какой-то знак дать? С Высшим Я. С Высшим Я она может контактировать. Какое имя моего наставника или куратора? Я понимаю, в этом случае Высшего Я. Ты сама узнаешь. Понятно. В детстве вокруг меня летали желтые солнечные шары. Либо играли со мной, или наблюдали. Что это было? Я понимаю, она видела какие-то энергии. Энергии были. А что это было? Тебя здесь помнили, чтобы ты развивалась. Это не помогали ей, или как это понять? Или просто наблюдали? Или это просто энергия была, которую она видеть могла? Да, это были энергии, которые она могла видеть. Они призывали ее к развитию. Вокруг нее всегда были знаки. В какой-то момент она перестала на них обращать внимание. И занялась только биороботом. Все понятно. А не развитием своим собственным души. Я теперь понял вас, Майкл. Благодарю вас. Вы хотите от себя лично что-то пожелать? У меня вопросов больше нет. Мы закончили. Вы хотите что-то от себя передать Елене? Она это услышит? Да, я хочу. Такие души приходят, я уже сказала, на планету Земля редко. Потому что самой Земле нужны такие энергии. То есть, если Елена начнет, сможет понимать себя и сможет управлять этой энергией своей души, ее энергии смогут взаимодействовать с энергиями планеты Земля. Тогда ей откроется истинная причина на Земле, появление ее на Земле. Скажите, Майкл, она же может как-то заземлить себя, она же может через свои ноги связаться с центром Земли, пропустить через себя эти очищающие энергии с Земли, сделать этот энергообмен. Она же может это сделать и сбросить туда, во всяком случае, весь свой негатив, связаться с центром Земли, почувствовать эти энергии. И это же первородная энергия, у нее наверняка больше возможностей, чем у других первородная душа, я имею в виду. Может она заземляться? Поможет ей это? Пока она не поняла, кто она и не научилась руководить этим, она будет только разрушать себя этим. Она будет отдавать. Все, понял. Елена, перед вами очень еще кропотливая работа стоит на Земле, как я понял. У вас еще три кармических узла, вам надо очень серьезно сейчас что-то изменить в жизни и принять себя. Это я подвожу итог, уважаемый Майкл, то, что вы сказали в двух словах. Очень ценную информацию вы дали, мы благодарим вас сердечно. Елена наверняка будет долго с ней работать, с этой информацией. Но, надеюсь, мы помогли ей сегодня. Он мне показывает, как ядро такое, и вот в середине у него такая светлая полоска. И вот от этой полоски она должна развивать свою душу, чтобы она заполнила все ядро и вышла наружу. Вот тогда только она может что-то. То есть, когда она осознанно сможет управлять своей энергией, и там уже с Землей связываться, и много... Тогда она и поймет свой смысл, когда она дойдет до такого уровня. Сейчас у нее маленькая тонкая полоска внутри, которая не развита. Я все это понял, я все это увидел сейчас. Ей бы, в принципе, не хватает только наших знаний, Вера. И она могла все это сделать. Она могла бы этими энергиями все сделать. Но ничего нет невозможного. Было бы желание. Майкл, мы закончили. Благодарю вас сердечно. Если у вас больше не хотите ничего сказать... Я хочу сказать, что осознанность такой души – это очень важно. Только осознанность у нас может развиваться. Осознанно понимая, кто он, это ей поможет. Это уберет все сомнения. Благодарю. Очень хорошие слова. Благодарю вас, Майкл. Вы закончили? Я – да. Хорошо. Теперь мы, нашего очередь, хотели вам сделать подарок за то, что вы пришли к нам. Можем ли мы энергией сделать подарок? Мы благодарим вас и посылаем вам на этом месте нашу энергию благодарности. Все вместе. Примите ее, пожалуйста, за то, что вы пришли. Помогли нам сегодня в этой ситуации. Но нам хотелось бы вам дать что-то на память с собой. Я могу материализовать вам любой образ. Любые ягоды, фрукты. Все, что у нас на земле было. Если вы жили на земле, то вы наверняка знаете, что здесь есть. Мне это неинтересно. Вам это уже неинтересно. Я благодарю вас и принимаю вашу благодарность. Это бесценно для меня. Благодарим. И мы вас уважаем, Майкл. Вы, правда, мне оставили больше загадок, чем ответов. Но это для меня. Потому что с такой высокой душой я, в принципе, еще с Верой никогда не общался. И нам очень бы хотелось много узнать. Но я понял, нам не все можно знать. Хорошо, благодарю. Я все просто объяснил. Вы это объяснили. По крайней мере, я старался. Я понял. Но вы так и не узнали, какой вы плотности. Например, в каком мире вы живете. Это нам хотелось бы. Такие вещи. Это для нас. Для Елены была бы очень ценная информация. Чтобы она могла себе в голове представить, где она вообще, откуда она пришла. Кому она принадлежит к этим первородным душам. А она вот сама спрашивает, что это за первородная душа. Мерцающая первородная энергия. И очень все это хотелось узнать. Но я понял, не придет. Чистая энергия Творца. Не смешанная никаким со Создателем. Благодарю. А после этого уже начались, подключились все такие цивилизации, как планета Бурхат и так далее. Все остальные, которые там наши творцы. По-моему, пять были, которые создали нас практически как эксперимент. Я как понял, дальше. Да? Экспериментов было много. Но частицы Абсолюта есть во всех душах. Это верно. Скажите, а вот есть частицы Абсолюта в космических интерферентах, типа рептилоида, типа Грея, типа Спрута. Вот такие, которых мы вытаскиваем из ее тела. Есть ли в них? Нет души. Вот. Благодарю вас. Это очень ценная информация. Пусть люди понимают, какая ценность живет у них, какая искра и какой может агонь из этой искры. Это и были Создатели. А-а-а. В какой-то степени. Да, безусловно. Элементы идут до сих пор. Да. Я знаю, мой учитель Архангел Ханил, он рассказывал, что люди имели на Земле раньше эти знания, мы могли общаться телепатически. Мы все это потеряли, как и полную картину, которая мироздания, когда как все это создавалось, потому что не хватает этих вот частичек, которые надо вставить, чтобы получить полную картину. Но мы не можем на Земле получить полную картину. Вот это не вопрос даже. Это, в принципе, вот такая информация я даю от моего учителя. Это очень, конечно, на Земле надо ее... Я посылаю свет своих энергий твоему, учитель. Я думаю... Приятно пообщаться с тобой. Со мной или с ним? С тобой, как с учеником. Да, это мой учитель, и на мне лежит тройная ответственность. Мне надо достойным быть учеником его. Вот, и поэтому вот к нам и попала, так сказать, Елена, к ученику Архангела Ханила, поэтому она в надежной защите. Я вот это и хотел добавить, уважаемый Майкл. Очень приятно с вами общаться, очень легко. Благодарю вас за такой душевный разговор. Я бы очень хотела сказать, что у Елены все получится. Но это только она может призменить. Майкл, я благодарю вас. Нам нужно возвращать Елену в ее систему Биоробот Душа. Она сейчас полна энергии. Информацию она получила. Я думаю, для нее это будет очень полезно. Мы все вместе смогли ей сегодня помочь. И вот это ощущение меня удовлетворяет. Я прощаюсь с вами. И мы прощаемся с вами. Благодарим вас еще раз. Нашу энергию примите, пожалуйста, благодарности за ваш приход и за вашу помощь. Всего доброго. Нашел. Хорошо, Верочка. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Елены. В систему Биоробот Душа заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Один, два, три. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнате диагностики. Один, два, три. Я здесь. Абракон. Абракон. Элли. Иестия. Ћ. Истин�.